Строительство скандального доктауна, несмотря на недавнюю акцию протеста и как итог снос забора на 411 батареи продолжается. Рабочие перекрыли часть ограждения металлическими листами, а пролеты, которые были ранее снесены, остаются пустыми. Пока на стройке паузы рабочие ждут улучшения погодных условий, говорят, что согласно новым требованиям абсолютно глухого забора не будет. Будем обшивать от посадки. Будет профнастил, так как изменили проект. А все остальное будет снизу метр профлист, а сверху будет сетка. Вся территория будет открыта. По утверждению своих слов, строитель показал листы профнастила и секции сеточного забора, которые ожидают монтажа. К тому же специалист убеждает, что никаких капитальных сооружений здесь не будет, не позволяет специфика места. Капитальных строений здесь никаких не будет. Единственный домик, который сейчас будет смонтирован, будет деревянный на дорожных плитах. А в будущем будут скамейки, беседки. Но капитального ничего не будет. Тут на пятне идет шесть или восемь напорных коллекторов, диаметр которых от 800 до 1500. Поэтому практически здесь нельзя ничего строить. Прораб говорит, что внесены изменения. Это результат договоренности депутатов горсовета и активистов. Вот только последние утверждают, что о комбинированном заборе и уменьшении строений до одного с ними никто не договаривался. Я являюсь руководителем «Зеленого листа». Мы плотно взаимодействуем с и вулочным фронтом, и национальным корпусом, и с автомайданом, со всеми организациями. Мы плотно на контакте. Таких встреч не было однозначно, я вам говорю. Мы против строительства. Более того, мы сейчас уже готовим иски, и мы считаем, что этим уже должны заниматься фискальные органы, поскольку сейчас конкретно налицо манипуляция со сметной документацией, а речь идет о бюджете. Это раз. Второе – это нецелевое использование бюджетных средств. И третье – это контроль со стороны областной облдержадминистрации. Активисты считают, что «Доктаун» – абсолютно коммерческий проект, где будут предоставляться платные услуги. Они уверены, что внести изменения в проект их заставила декабрьская акция протеста. Сейчас они ожидают реакции компетентных органов и готовятся к судебным баталиям с городом.